Доктор медицинских наук Доктор медицинских наук Мы с вами сняли в этой программе, я считаю, и практически во всех медицинских организациях наша программа показывается, и это дало свои результаты, я считаю, что это очень хорошо. Сегодня мы немножко поговорим о другой стороне вашей профессии, то есть вы как иммунолог сегодня вас пригласили, мы хотим поговорить о теме болеющих детей, часто болеющего ребенка. Вот скажите, пожалуйста, что такое детский иммунитет, насколько он отличается от взрослого иммунитета и какие факторы влияют именно на формирование иммунитета у ребенка? Ну давайте с определения, что такое часто болеющий ребенок, потому что... Само понятие, да? Я считаю, что это ребенок, который посещает детские учреждения, чаще всего дошкольного образовательного уровня и который болеет 6 и более раз в год респираторными вирусными инфекциями. Эти инфекции носят затяжной характер, могут даже давать некоторые осложненные течения, но европейская педиатрия немножко по-другому смотрит на этот вопрос, в частности, вот педиатры-коллеги с Европой считают, что часто болеющий ребенок – это тот, кто переносит 8 и более респираторных инфекций в год. И, соответственно, вот здесь вот топономика немножко отлично. Тем не менее, мы ориентируемся на то, что ребенок может болеть, он болеет, потому что он живет в социуме. Ну то есть это норма. По идее, поскольку мы живые существа и живем в живом мире, мы не просто можем, мы обязаны болеть, потому что с позиции физиологии болезнь, инфекционная имеется в виду болезнь, это своего рода встреча иммунной системы с каким-то агрессивным фактором живой природы, в ответ на который формируется иммунная устойчивость, калибруются иммунные реакции. И у здорового человека со здоровой иммунной системой такие инфекции не должны вызывать повреждающего действия. И, соответственно, вот первый вопрос об особенностях иммунитета. Безусловно, ребенок – это не просто маленький взрослый, да, как некоторые воспринимают, это организм, постоянная ремоделирующаяся, физиологически развивающаяся, есть такое понятие антогенез, то есть от плода, какие эволюционные пути проходящие. Конечно. И существуют даже критические периоды иммунной системы, они описаны в основном для детского возраста. Это, соответственно, каждому возрасту, да, ребенка? Начиная даже с первых дней, с часов жизни и последующие там отрезки, периоды, причем это все документально закреплено и описывается определенными физиологическими изменениями в иммунной системе в том числе. Не только там эндокринная и так далее, нервная ткань. И во многом определяется вот взрослением иммунных реакций. Причем мы можем понимать, что ребенок рождается с наивным иммунитетом. То есть ведь мы сейчас взрослые, не воспринимаем многие вирусы и микробы только потому, что в жизни уже столько всего пережили. Имеем такую богато написанную книгу инфекционных заболеваний, у нас в памяти это прописано, в памяти иммунных клеток. Целая энциклопедия перенесенных инфекций. Поэтому мы свободно ходим, посещаем больных, даже больных, и без риска заболеть. Но ребенок немножко, история его жизни, она выглядит по-другому. У него книга чистая. Дисточки чистые для того, чтобы первые записи сформировать, надо встретиться с живой материей. Вирус, бактерии, грибы, паразиты и прочее. Вот это все накапливается через тернии к звездам, то есть через испытания. Ну при встрече с инфекцией. Конечно, мы должны воспринимать первичный контакт с вирусом, с микробом, как этап становления, эволюционное становление иммунной системы. И это закладка, кирпички, из которых будет построено здоровье потом во взрослом состоянии. То есть говорить о том, что ребенка надо так вот над ним, как над хрустальной вазой, склониться. И не дай бог, что кто-то его затронет, эту вазу, чтобы не подвинули, не сдвинули, не дунули холодным воздухом. Это крайне неправильный посыл, потому что мы сознательно делаем экран. И потом рано или поздно экран этот уберется, и ребенок останется один на один в агрессивной среде. Это вот очень ярко проявляется тем, что в некоторых семьях ребенка очень поздно социализируют или делают коллективизацию, так скажем, позднюю. Ну мы понимаем, что детский сад 2-3 года, да, обычный. Ну то есть обычно некоторые родители говорят, у нас там ребенок не садиковский или так далее. Какие-то причины находят, да? Ну 2-3 года – это оптимальный срок, когда ребенка нужно отдавать в среду. В среду, где, во-первых, он со среди сверстников будет получать посыл для психофизического развития, очень хороший, да. Там педагогическая очень большая нагрузка идет. Это все очень большой плюс дает в последующем. Но и надо понимать, что и иммунитет при этом тоже получает очень хорошую подпитку. Конечно же, через инфекционные испытания, которые опять-таки в первую очередь проявляются частыми простудными, простудными в кавычках мы говорим, инфекциями, на первом-втором году начало вот взаимодействия этого коллектива. Вот ребенок, новая группа в детском саду. Детки, например, младшая группа, там 2-2 годика с хвостиком, там кто-то раньше даже приходит. Каждый ребенок с собой приносит инфекционную информацию из своей семьи. Потому что малыш, вскормленный мамой, имеет ту же флору микробную, что у мамы и живет на коже, в кишечке и прочее. У них общность очень большая. Так же, как и папа, бабушка. Если они в одном, так скажем, помещении или в социуме живут, постоянно обмениваются микрофлоры, то это все настолько родное, что ребенок к нему воспринимается как здоровая флора. Но эта здоровая микробиота этой семьи будет являться чужой микробиотой для семьи, там другой девочки из другой семьи. Детский сад, это все детки, там 10, 15, ну 20, 30 даже группы, собираются и начинается взаимообмен вот этими уникальными микроорганизмами. Соответственно, есть дети с хорошей конституцией иммунной системы, которые, ну, мамы ей говорят, вот там Коля, например, он почему-то вообще не болеет, она же постоянно с соплями. На день-два дня сходим в садик и начинаем снова на больничный уходить. Почему так? Ну, есть и физиологические особенности семейные. Ну, в семье, может быть, конституция ребенка этого направлена на более эффективную сопротивляемость при первичном контакте с микроорганизмом. А есть семьи, в которых детки рождались с какими-то особенностями еще раннего периода. Ну, родился недоношенный, вскармливался негрудным материнским молоком, вынуждены были получать какое-то лечение, которое нарушало микробиоту кишечника. То есть в каждом случае надо разбираться, да, Александр Анатольевич? Ну, да, конечно. Вот очень много этих переменных, которые в целом создают такой иммунологический фон. Ну, и вот самое главное, вот когда мы вопрос ставим, часто болеющий это ребенок, либо ребенок с иммунодефицитом, это не равно, это разные понятия. Часто болеющий ребенок, обычный, вот мы рассматриваем обычную ситуацию, это ребенок, который мы, я спрашиваю порой, вот когда вопрос возникает, а вот дома он сидит, или когда в отпуске вы, или каникулы там, например, или когда он вот переболел, и вы какое-то время сидите дома. Как он себя чувствует? Все хорошо, ребенок здоровый. Стоит пойти в садик заболевать. То есть это нормальный ребенок. И вмешиваться, вот искусственно создавать какое-то иммунное напряжение, там таблетками и прочее. Не следует. Не следует. До этого времени он сам придет к такому знаменателю, что получится прекрасный здоровый организм. Но это пройдет там, может, полгода, год. И он созреет, иммунная система, что он будет адекватно воспринимать новые инфекции. А вот если говорить о том, что он и в изоляции такой же слабый, и легко цепляет даже вот от того, что холодный ветерок подул, вот это-то вызывает вопросы в плане нарушения уже со стороны иммунной системы, и мы тогда уже занимаемся ими по-другому. Александр Петрович, а вот многолетний опыт реализации программ по вакцинации, реакцинации детей и подростков, да, он свидетельствует о том, что эти программы нужны, да, планирование вакцинации и реакцинации необходимы у детей и подростков, да, и это в какой-то степени повышает защищенность населения. Вот на сегодняшний момент, насколько это важно, да, и коронавирусная инфекция внесла свою лепту в какой-то график вот этих вот вакцин? Ну, вакцинация сама по себе, это как искусственное формирование иммунитета. Да, да, конечно. Причем, подчеркиваем, искусственное, это не значит, что насильственное. Мы этой процедурой формируем защищенность ребенку, как будто бы он уже переболел, но при этом не нарушая его состояние здоровья, не дестабилизируя там дыхательную, сердечно-сосудистую систему. Не вмешиваясь в какие-то системы абсолютно. Мы ведь проводим просто информацию об вирусе, о микробе. С которым он может встретиться. И иммунитет вот эту книжку свою записную уже запишет в этот код, код этого вещества, микробовируса, который будет уже сознательно формировать невосприимчивость к этому. Ну, ему на ответ своеобразное. Конечно. Причем, как мы говорим, вот в особенности детского иммунитета и взрослый иммунитет. Взрослый иммунитет – это вершина эволюции. Вот среди всех млекопитающих, то есть высших существ нашей планеты, иммунитет человека взрослого, он впитал все эволюционные ступеньки. От примитивных одноклеточных, которые имели свою способность, там, фагоцитоза, там, и оба пожирают, до высших механизмов, это регулирование на уровне пептидов, определенных цитокин. То есть все стадии эволюции не просто так прошли, да? Все. Мы отличаемся от наших даже братьев четвероногих и двуногих, которые живут у нас на пальмах. Отличаемся. И вот этот высший иммунитет, он, конечно же, реагирует на вакцины по-разному. Мы говорим, вот у взрослых, например, схема вакцинации, но у детей там повторяемость должна быть. Это вот тоже подчеркивает, что иммунитет детей маленьких, он не способен быстро формировать иммунную защиту и память. И мы знаем, что в детской практике прививки делаются последовательно, с обязательной ревакцинацией, чтобы зафиксировать, закрепить это. Важно соблюдать график. Обязательно. Это не просто кому-то так надумалось, либо с Марса нам информация пришла. Это, в общем-то, создано учеными по наблюдению за многие десятилетия этого процесса. Там уже более ста лет существует. То есть именно в каком возрасте вакцинируется? В каком возрасте? Какой график там все это? Да, ну вот ты должен сказать, что возраст определяется эпидемиологической ситуацией. Возьмем, например, календарь прививок российский, например, США или Финляндии. Он отличается по срокам введения. В БЦЖ, например, от туберкулеза в нашей стране делают перевыписки из роддома. А в США только в год или старше. Потому что там эпидемиология туберкулеза не такова. Да, конечно. Точно так же, как и в ряде европейских стран, например, АКДС вакцина делается с двух месяцев, а у нас с трех месяцев. То есть как лишь дифтерестолбняк, там немножко позиции меняются. Но повторяемость многократности введения вакцин, она не важна, когда начинается. Она все равно придерживается этого принципа. Вот. И ковид. Как повлиял? Да. Ну, должен сказать, что вообще вакцинация, это является не просто созданием специфического иммунитета, но и своего рода мягкий такой, неназойливый стимул для вообще вот немножко взбудоражить иммунную систему. Ведь описаны хорошие эффекты, когда мы прививаем, например, от одного вируса, в целом иммунитет укрепляется. И ребенок реже там начинает болеть. То есть повышается иммунная система. Да. Это легкий иммуномодулятор вакцина воспринимается. Причем мы не химические какие-то там вещества, а продукты биологического происхождения. То есть это не таблетки, там молекулы какие-то химической природы, которые мы называем иммуномодуляторами, да, лекарственными. Вот. Касаемо ковида, как эта ситуация сработала в плане частых заболеваний. Болеть дети стали меньше. То есть вы имеете в виду руи гриппа? Или вообще? Когда была у нас ситуация, когда ковид, два года мы практически жили в масочном режиме, со средствами индивидуальной защиты. То это дало свою лепту? Это дало, да, внесло значение очень большое. Болеть в целом и дети, и взрослые стали меньше, простудно меньше. Ну, простудно в целом, да, вот ОРВИ, ОРЗ, вот эти гриппы. И даже на приемах я обратил внимание, что чаще приходили с проблемами аллергических заболеваний, чем проблемы с частыми сопливыми инфекциями. Объяснение, конечно же, есть этому. Мы бессознательно создали вот эффект разобщения. Ну, самоизоляция. Конечно, это вот элементы как раз, ну, в какой-то степени и гигиены, гигиена и в карантинные мероприятия вносят большую лепту. Но все равно, если рассматривать с позиции развития иммунитета к конкретному ребенку, лучше, чтобы это все шло в детском возрасте. То есть общение с инфекциями происходило, не с инфекциями, а с возбудителями инфекции, происходило все-таки в дошкольном периоде. Потому что бывают ситуации, они тоже есть такие в жизни, когда в садик не ходили, на всякие утренники прятались от людей, там, ну, может, семья большая, вот какие-то события в семье. То есть ждали часы, когда он пойдет в школу. Начинается школьный период. Если все сидят за партой, этот ребенок сидит дома на справке. Потому что природу не обманешь. Книга инфекционных перенесенных инфекций у него пустая. Иммунная память у него не сформировалась. И то, что уже давно дети отработали в младенчестве или в дошкольном периоде, этот ребенок программу начинает выполнять уже в школьный период. И эти инфекции протекают тяжелее у них. Тяжелее, потому что иммунная система уже более зрелая. И иммунный ответ дает более выраженные симптомы. Часто с обширными какими-то воспалительными явлениями. Ведь воспаление — это все продукты действия иммунных клеток тоже. Чем сильнее иммунная система, тем выраженнее воспалительные реакции. Мы это наглядно знаем по цитокиновому шторму у людей, которые переносили ковид. Мы даже сознательно тормозим иммунные реакции у этих людей. Назначают специальные препараты, которые блокируют цитокины, чтобы эти иммунные факторы не уничтожили организм. Но это вот к тому, что иммунная система тоже имеет свои особенности. К ней надо к этим механизмам очень деликатно, тактично подходить. Александр Петрович, а какие все-таки должны быть звоночки для родителей, что нужно ребенка все-таки отвезти к специалисту, прийти к специалисту, обратиться к специалисту-иммунологу? Что должно все-таки насторожить родителей? Ну, должен сказать, что даже сам факт, что ребенок часто болеет, надо все равно посетить врача, не заниматься самолечением. Это очень важный аспект, потому что начинают до безобразия пользоваться ненужными средствами, которые они информацию получают из интернета, из песочницы. Например, мама посоветовала, кто-то сказал, где-то кто-то, бабушка там говорит, я всех так лечила. Потому что это добра не доводит часто, может спровоцировать. Либо аллергическую реакцию, если там начинают травками увлекаться, либо повредит какую-то другую систему. Иногда мамы сами решают почему-то за врача, сразу хватаются антибиотики, сами решают. И это большой вред. Это без проблем, конечно. Это большой вред ребенку, потому что микробиота – это живой организм внутри и на нас. Он превышает по клеточной массе даже наше тело. Это хорошо известно уже всем врачам, да и, думаю, даже слушателям. Очень популярные сейчас эти теории, они имеют подтверждение. И надо к этой микробиоте очень ласково, с уважением относиться. Нельзя махать дубиной. Потому что микроорганизмы нам дают возможность существовать на этой планете. И хорошо мы будем жить, либо плохо, зависит только от наших посылов. Так вот, просто так таблетки мы не глотаем. Если ребенок часто болеет, он должен быть все-таки осмотрен врачом. И иногда врач обнаруживает какие-то причины, не только связанные с тем, что он встречается в садике с сопливым ребенком, а может, у него проблема с лорорганами, может, аденоид, еще что-то. Ну, то есть какой-то источник находится, да? Да, может быть, не обратили внимания, там у него и ренит какой-то, и нарушение микробиоты, которое нуждается в санации. Потом есть, опять-таки, если вопрос уже касается иммунологов, да и педиатров, например, многие грамотные педиатры, не секрет, что есть замечательные средства иммунопрофилактические, не относящиеся к тяжелым иммуномодуляторам, но которые прекрасно работают даже вот в первичном звене здравоохранения. То есть это мукозальные вакцины, препараты, которые формируют местный иммунитет, то есть укрепляют местный иммунитет. Там слизь носа, слюна, мокрота бронхов становится с высокой микробицидностью. И даже если кто-то там микроорганизм залетел куда-то, приклеился к эпителе, он будет собственными факторами обезврежен, без каких-то там тяжелых интервенций лекарственных. То есть эти средства, они очень хорошо известны. Методы физического укрепления, закаливания и прочее, но это тоже врач должен объяснить, да, как это, когда начинать закаливание. Вот какие приемы там, ну... Александр Житович, ну вот по закаливанию, кстати, вот хорошая очень тема, да. Вот, например, закаливание обычно, ну, всегда говорят, лучше начинать летом, да, там, но если летом упустили этот момент, что нельзя в другое время, да, так жить можно. То есть, и вообще, вот само закаливание, что в себя включает, вот, как метод оздоровления? Ну, зависит от возраста, конечно, зависит от возраста. Эти процедуры не должны вызывать негативный эффект у ребенка. Потому что если вы его начали холодной водой обливать, я думаю, сразу не понравится. Ну, в какой-то игровой форме, может, где-то, да, то есть зависит от возраста. Лето, конечно, оптимальный вариант лета, когда еще вот контраст температур не такой яркий. Зимой это сложнее начинать, но если уж так пошло, то это, имея ванну с какой-то температурой воды, хотя бы ножки обливать, там, докаливание. Ну, вы за закаливание, да? Конечно, это хороший метод. Мы ведь поприветствуем всегда это. И результат действительно есть, да? Есть. Ну, это общий стрессовый фактор, который вот работает не только на противоинфекционную защиту, но на стрессоустойчивость и мобилизует эндокринную систему, нервную ткань. То есть, в общем, на весь организм. То есть, сосудосуживающий там эффект такой, тренировка давления артериального. Александр Петрович, а вот вы сейчас сказали уже про иммуномодуляторы, один из видов, да, вот иммуномодуляторов. Ну, сейчас так в современном мире и в аптеках очень большое разнообразие разных препаратов, которые, ну, как защищают, укрепляют иммунитет. Вот как вы к этому относитесь? Всегда ли нужно советоваться с врачом? Всегда ли нужно действительно их использовать? И вообще вот само слово иммуномодуляторы, вот в вашем понимании, насколько они важны, насколько нужны? Ну, это, конечно, вот когда назначить иммуномодулятор, это вопрос уже врачу. Врачу. Прежде всего, доктор решает, либо советует, либо говорит. Но имеете в виду первичного звена врача, да? Ну, врач первичного, да. Если все-таки дефект, проблема с иммунитетом уже более-менее выраженный, не просто как сезонные простудные инфекции, а постоянные. И вот как вы задавали вопрос, когда обращать внимание нужно, да, на проблему иммунитета. Это вот, возвращаясь к тому еще недосказанному вопросу. Значит, если обычная инфекция, которая начинается легко, ну, во-первых, затягивается на длительный период, потому что обычная ОРВИ где-то 7-10 дней, ребенок должен быть здоровым. А так 2-3 недели, месяц, кашель какой-то там, недомогание, субфибрильная температура. Вот ребенок астонизирован, перестает есть. Все это требует уже изучения. Вот, либо инфекция, которая начинается очень бурно и всегда заканчивается осложнением каким-то, бактериальным в частности. То есть, когда простая вирусная, заканчивается там отиты гнойные, сопли зеленые уж, простите за такую бананную фразу. Ну, как есть, да. Вот, может вирусная в пневмонию уходить, конечно. Потом вирусно-бактериальная даже может там присоединиться. Или гнойная инфекция кожи появляется, там, пиодермия, гнойники, фурункулы и прочее. Вот это проблема, проблема, которая требует уже специального обследования. Вот такой уже сигнал, прям, да. Вот в этой ситуации уже специалист назначает специальное обследование. Иногда мы ее называем иммунограммы. Кстати, вот что это такое, Александр Петрович, вообще иммунограмма? И когда вот, ну, в этом случае точно надо, да? Конечно. А вот всем подряд нужно или не нужно? Нет, совершенно. Этот метод, он позволяет выявить именно вот уже нарушения... Проблемы, да, лимфоцитов, да, там, секреции определенных белков. На клеточном уровне уже, да, получается? Это углубленный анализ. Для простого врача-клинициста достаточно сделать общий анализ крови с лейкоформулой. И можно понять, какого характера воспаление, и есть ли оно вообще. Потому что под маской сопливости может прятаться и аллергическая реакция. Может быть. Ну, то есть элементарно, у зенофилии посмотреть там, да, есть. Да, да, ну, кровь – это вообще вот, это подсказка, шпаргалки. Для любого думающего доктора. Лейкоциты и так далее, и так далее. Первым делом мы делаем этот анализ. И если не состыковка идет, не увязка вот клиники из вроде бы благополучного анализа, тогда мы углубляемся уже на инструментальные исследования. Там можем сделать рентген, пазух носа, например. Пригласить нашего коллегу, лор-врача посмотреть. Обязательно. Мы очень тесно сотрудничаем со специалистами. Лор-врач, там другие специалисты, которые могут нам, узкие специалисты, помогают нам в диагностике. Ну, то есть, если все-таки вот такое понимание часто болеющего ребенка, оно все-таки вот нашло место, как говорится, да, то есть индивидуально, к какому-то ребенку, да, то идет такое комплексное обследование, да, получается такое. Без этого никак, получается. Ну, часто болеющие, да. Вот мы сначала уточняем среду обитания, да, условия, каких живет ребенок. И что именно послужило причиной. Начало посещения детского сада. Либо он ходил в сад, все было хорошо, а вдруг начал болеть. Вот. Тоже выясняем причину. Может быть, в семье что-то не так пошло. Кто-то начал часто болеть в семье. Идет перекрестное инфицирование. Вот. Либо в процессе взросления какой-то сбой идет иммунная система. Вот. Ну, он наиболее яркий, конечно, в период пубертатного периода, в подростке. Здесь перестройки очень сложные. И вообще-то область педиатрии и медицины, которая имеет белое пятно очень большое. То есть потому что на границе находится как раз уже, да? Это вообще очень сложный механизм. Вот в свое время зарубежных коллег слушал, был конгресс большой в Италии. И там целая была секция, посвященная подростковой педиатрии. Это вообще вот корифеи педиатрии Европы, США. Они говорили, что мы очень хорошо научились распознавать болячки новорожденных, детей раннего возраста. И научились их прекрасно лечить. Мы научились лечить детей младшего школьного возраста. И научились лечить взрослых. Мы понимаем, что с ними происходит. А вот подростки говорят, это вот терра инкогнито, которая вообще, кто не знает, объяснить механизм работы. Что там происходит в силу разбалансированности эндокринной, иммунной, нервной системы. Там даже до того доходит, что биохимия лекарств, которые работают в других возраста, может отличаться. То есть препарат может работать не так, как мы хотели бы. И вот в условиях этих сложных перестроек, мы уж не говорим психоличностные, это все понимают. Хотя тоже влияет все это. Конечно. Нервная система, разбалансировка эндокринной системы. Тот треугольник же, вершин, это нервная система. И два угла внизу, это нервная эндокринная система. Эндокринная иммунная система. Вот пирамида. Если что-то, шестеренки все полетели, то все разваливается. Вот у подростков это очень хорошо наблюдается. Конечно же, им условия надо создать, чтобы это все было с минимальными потерями происходило. И вот если, например, все было хорошо, и в этот период начинается сбой, конечно же, мы тоже обращаем на это внимание. И опять-таки привлекаем специалистов, вместе с ними решаем эти проблемы. Не только проблемы иммунитета. То, что иммунная система до этого ведь работала, значит, нет генетических предпосылок для таких глубоких, глубинных сбоев. Значит, что-то влияет еще. И пока мы этот влияющий фактор не устраним, либо не сгладим, эффект даже иммунной терапии, иммунокоррекции будет непродолжительным. Ну и какие-то такие добрые пожелания от вас хочется услышать по традиции уже? И родителям, и детям. Самое главное, будьте здоровы сами, и не позволите своим деткам тоже болеть часто. Ну, ребенок, воспитать здорового ребенка – это очень большой труд. И ответственность. Очень большой труд, ответственность. Собственно говоря, ребенок – это та жизнь, ради которой мы и существуем. Совершенно. Спасибо большое, Александр Петрович. Спасибо. Ну что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, удачи, успехов. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин